И к другим темам. В эти дни в Фергане находятся более 300 представителей интеллигенции, поэтов и писателей. С их участием проходят культурно-просветительские мероприятия, творческие встречи, организуются концертные программы. Караван просвещения и культуры приходит в каждую махалю. В четвертый день караван искусства запомнился своими яркими моментами. Деятели культуры и искусства побывали в нескольких районах области. Восторженно встретили любимых артистов в небольшом городке Кувасай. Жители трех махалей – Гулистан, Елшлик и Дуслик. Импровизированный концертный зал под открытым небом сумел вместить в себя порядка 300 гостей. Впечатление очень-очень прекрасное. Нам не надо было никуда специально ехать, утруждать себя. Понравилось, очень-очень замечательно. С праздником вас! Культурные мероприятия состоялись и в центральной поликлинике города Кувасай. Неожиданно сюрприз оценили как врачи, так и пациенты. Столь теплый прием порадовал и самих артистов. Сегодня в центральной поликлинике города Кувасай мы проводим культурно-просветительское мероприятие для медицинского персонала этой организации. Видя их радость и счастье, очень воодушевлены. Мы, как представители культуры, сторонники еще больше расширять охват таких мероприятий. Дарить книги уже стало доброй традицией и потому было решено организовать небольшие подарочные наборы и тем, кто по состоянию здоровья оказался на больничной койке. В рамках фестиваля духовности под девизом «Новый Узбекистан» для просвещенного общества запланировано еще множество встреч, концертов и гала-концертов. Одно из таких мероприятий состоялось и в Бешарыкском районе в Махале-Андархон. Приграничная территория расположена по соседству с республикой Таджикистан. Сегодня наш народ непосредственно встретился с заслуженными и народными артистами нашей страны. Проведение таких мероприятий в отдаленных местностях поднимает настроение нашим соотечественникам. Это яркий пример проводимых реформ в культурно-просветительской сфере. Караван культуры проходит не только в центровых залах, но и в парковых зонах, махалях, а также в тех местах, где большая вместимость. Культурно-просветительское мероприятие, а именно гала-концерт, порадовал накануне и жителей Кувинского района. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Коллективы дошли практически до каждой махали. Успели поговорить и о серьезном. О том, что проводимая главой нашего государства политика позволяет укрепить их силы и уверенность в завтрашнем дне. Путешествия каравана культуры по Ферганской области продолжаются. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok